Поэтому, Андрей Валентинович, пожалуйста. Спасибо, глубоковажаемый Владимир Александрович, глубоковажаемые коллеги. Позвольте, я перейду уже от общих слов к делу и перейду непосредственно к нашему сегодняшнему разговору. Появилась синтетическая эмбриология, как это часто бывает, одно за другим. Появился этот термин буквально несколько лет назад в одной из публикаций. А всей отрасли этой примерно 10-15 лет. И, конечно, синтетическая эмбриология является продолжением развития синтетической биологии. А синтетическая биология, как вы знаете, новая модная очень область, модная в хорошем смысле слова, которая переходит от изучения к созиданию, от исследования к конструированию. Это попытки уже формировать организмы Денова. И первой попыткой формирования организма Денова, как вы знаете, было формирование инвитро клетки мекоплазмы. Что как бы одна из самых простых клеток, но, поверьте, клетка достаточно сложна, даже самая простая, достаточно сложна для того, чтобы ее организовать. И оказалось, что эмбриология одна из тех областей, которая динамично развивается, в ней появляется новая. Если говорить о том, что эмбриология – это океан, и биология развития – это океан, то появляются новые моря очень быстро. И вот синтетическая эмбриология появилась достаточно быстро. И сегодня синтетическая эмбриология – это отрасль, которая несет огромные перспективы человечеству. Вы об этом, я думаю, узнаете или уже знаете. Но и большие риски для человечества, большие вызовы, в частности, в морально-этическом смысле. С чего же все началось? Началось все с того, что появились методы культивирования инвитро, различных эмбриональных структур. Это, прежде всего, яйцеклеток млекопитающих, попытки первого оплодотворения яйцеклеток. И вот смотрите хронологию событий. Вот где-то с 60-х годов происходит взрыв этих работ. Впервые методом астрокорпорального оплодотворения получено животное, кролик. Затем исследование тератокорциномы. Вы знаете, почему тератокорциномы. Ну, потому что в ткани тератокорциномы, при развитии тератокорциномы, в тератокорциноме плюрипотентные клетки, клетки трехзародных шелклесков. Да? Да. Поэтому выделение клеток из тератокорциномы и их культивирование – это подход к культивированию, да, после разработки методов и подходов к культивированию эмбриональных стволовых клеток. Затем провели первое оплодотворение яйцеклетки человека инвитро, получение химерной мыши, родился первый ребенок ЭКО. И вот здесь очень важный момент. Получили эмбриональные стволовые клетки. Казалось бы, абсолютно прикладная задача провести процесс оплодотворения инвитро. Больше ничего. Получить оплодотворение инвитро вне организма, слить клетки и создать условия для слияния. Однако эта прикладная задача практического свойства дала рывок к развитию целой отрасли науки. Просто переворот революционный. С одной стороны, конечно, что бы ни говорили, на экстракорпоральное оплодотворение замечательная технология, какие бы издержки у нее не были. И к тому времени, когда изобретатель экстракорпорального оплодотворения получал Нобелевскую премию, он был отцом 4 миллионов детей и уже даже были внуки у этого метода. Сейчас, я думаю, еще больше этих детей. Наверное, уже много миллионов детей, рожденных таким образом. Но для нас важно то, что в ладошке появился зародыш. Деново в чашке Петри можно было посмотреть на развитие. И эмбриональные стволовые клетки были получены из внутренней клетчатой массы бластоцистов. Затем, посмотрите, больше, чем через 10 лет получены эмбриональные стволовые клетки человека. Вот для того, чтобы подобрать, казалось бы, тоже простая задача, подобрать условия культивирования эмбриональных стволовых клеток человека больше 10 лет. И выдающееся достижение – это индуцированная плюрипотентность. Вот я сейчас боюсь рассердить профессора Галиченкова, который очень ревностно следит за соблюдением биологических традиций, но позволю сказать, что Ямбанако с получением плюрипотентных клеток нарушил некоторые концепции биологические, фундаментальные, потому что мы знали всегда две вещи. Что первое – развитие поступательно и невозвратно. А здесь оказалось, что можно обратить развитие с пять и с соматической клетки получить плюрипотентные клетки. Ну, это вы знаете. Но я еще хочу сказать о следующем открытии, которое тоже поставлено в ряд выдающихся, вот в ряду Нобелевских премий. Это открытие методов редактирования генома. Вы слышали лекцию, по-моему, очень хорошую лекцию о редактировании генома. Да, коллеги? Да, была такая. Была. Хорошая была лекция? Да, нам понравилась. Хорошая. Ну, так вот, редактирование генома в сочетании с клеточными эмбриональными технологиями открывает грандиозные возможности и возникают грандиозные риски. Об этом будем говорить. Двигаемся дальше. Итак, вот эти вот замечательные люди. Роберт Эдванс, Синья Яманако и Эммануэль Шарпантье и Дженни Кардудна. Это те люди, которые получили Нобелевскую премию. Кстати, вот в этот ряд можно было бы вставить нашего соотечественника Евгения Кунина, выпускника МГУ, который работает в этом же коллективе, но в силу каких-то... И он был одним из первых, кто обратил внимание на вот эти вот кластерные повторы, которые являются системой редактирования генома, но он не вошел в лист Нобелевских лауреатов, но он, по-моему, не обижается, и все хорошо. Эту картинку вы хорошо знаете, вы должны знать ее на зубок. Я просто о ней хочу сказать еще буквально два слова. У него уникальная возможность получить зародыш инвитра, эмбрион из инвитра и плюрипатентные клетки. Само понятие плюрипатентности развилось после того, как мы из внутренней клетчатой массы леноскоцинства получили культуру. Почему это важно? Я хочу обратить внимание на вот эту красную линию, этическая красная линия. Этическая красная линия установлена International Society for Stem Cell Research, Международное общество исследований стволовых клеток, которые не являются правительственной организацией, являются общественной экспертной организацией, научной организацией, но обладают огромным авторитетом и устанавливают морально-этические нормы. И морально-этическая норма, что эмбрион человека может исследоваться инвитра вне организма до 14 суток или до появления первичной полоски, или до событий, которые наступят раньше. Таким образом, мы хорошо понимаете, что исследование вообще эмбриона человека – это черный ящик. Потому что, когда развитие происходит уже в организме человека, в организме женщины, мы ничего сделать уже не можем. Мы фактически только какими-то эпизодами. И модели инвитра открывают возможность, даже за счетом этической красной линии, все-таки раннее развитие, долгострадиционное наблюдание. И даже, может быть, немножко заглядывать чуть дальше. Кстати, хочу сказать, что сегодня идут уже дискуссии по поводу того, что красную линию надо сдвигать. Потому что нужно расширить возможности исследования. И для этого надо сдвигать красную линию. Но вот эти морально-этические нормы, они сейчас обсуждаются. И вы знаете, что много сломано копий. И будет сломано копий вокруг. Именно подходов эмбриологии. И вот синяя ямада. Мы тоже говорили много раз о том, что выделение эмбриональных стволовых клеток Выделение эмбриональных стволовых клеток тоже породило массу проблем морально-этических, разрушения эмбриона. И я готов по этому поводу долго рассказывать. И забавные истории, когда самые-самые, казалось бы, религиозные ученые выдумывали всякие способы, чтобы обойти запреты на разрушение эмбриона в прагматических целях. Но оказалось, что все эти проблемы были решены научными достижениями. Синяя Ямонака. Очень коротко, не буду останавливаться. Вы это знаете. Знаете же, да, про плюрипотентность? Коллеги? Да, конечно. Поэтому идем дальше. И давайте поговорим о перспективах синтетической эмбриологии. Перспективы синтетической эмбриологии следующие. Использование эмбриональных стволовых клеток до сих пор продолжается в ресерч-целях. И использование плюрипотентных стволовых клеток, полученных методом Ямонака, индуцированной плюрипотентностью. И возникают известные подходы. Это клеточная терапия. Это реконструкция эмбриона и моделирование раннего развития. И половая дифференцировка эмбриональных стволовых клеток с получением эмбриона ДНО. И если получение клеток, дифференцировка эмбриональных стволовых клеток или плюрипотентных клеток в дифференцированное состояние, это, скажем так, понятные дифференцировки, очевидные, то половая дифференцировка является парадоксальной дифференцировкой из плюрипотентных клеток. И получение эмбриона инвитра с помощью плюрипотентных клеток тоже является абсолютно новым подходом. Плюс сочетание системы редактирования генома с этими возможностями открывает бескрайние перспективы. Но все-таки я остановлюсь коротко на возможностях дифференцировки плюрипотентных клеток в индивидуальные специализированные функционирующие клеточные типы. Это индуцированные макрофаги, полученные из плюрипотентных клеток лаборатории Лядова и Ирины Владимировны. Это данные института биологии развития. Это индуцированные нейроны функционирующие. А это вот кардиомиоциты, которые еще и, вы видите, даже трепещут и сокращаются. Индуцированные кардиомиоциты. Они на самом деле выглядят интересно и забавно для развлечения публики, а на самом деле получаются-то легко. Здесь ничего особенного в этой дифференцировке нет. Одно из направлений, на котором я тоже не буду останавливаться, очень коротко скажу, это получение функциональных органоидов. Это уже многоклеточное образование или композиции. И среди этих самых композиций получены разные структуры. В частности, много шума наделало появление мини-брейна. Это композиции из нейральных стуловых клеток, полученных из индуцированных перипотенков клеток. Оказалось, что этот мини-брейн функционален и электрофизиологические активности проводит. И это вызвало бурю обсуждения за рубежом, потому что мозг вырастили. Ну, конечно, не мозг, но какой-то отдаленный аналог. А вот я сейчас покажу просто в качестве примера иллюстративный материал. Это не цель моего рассказа. Это получение органоида из кожи, кожного органоида. Это лаборатория клетчаной биологии под руководством Екатерины Андреевны Вартеляк, а данные студента Рябинина, между прочим, выпускника кафедры. Вот так вот происходит формирование нейроэктодермы, мезодермы, эктодермы, миграция нейроэктодермы. И получается органоид, но он как бы вывернутый. Покровная эктодерма, она инвертирована внутри, оказывается, внутри кожная цистра. И формирование мезинхимы, и покровной нейроэктодермы покровной эктодермы наблюдаются. Вот это вот пример органоид. Но мы давайте вернемся в состояние плюрипотентности и поговорим немножко об этом состоянии плюрипотентности. Я здесь буду использовать картинку, которую нарисовал Томилин Алексей Николаевич, работающий в институте цитологии, который является в нашей стране наверное лучшим специалистом по плюрипотентности сегодня. Кстати, я хочу сказать, что он был очень недалек от открытия Яманаки. Отстал, наверное, от него на полгода, пытаясь сформировать тоже индуцированные плюрипотентные клетки. Так вот, оказалось, что плюрипотентность тоже неоднородна, что плюрипотентность, это состояние можно разделить на наивные плюрипотентные клетки. Если говорить о эмбриональных стволовых клетках, это наивные эмбриональные стволовые клетки, это клетки близкие, аналогичные эпибласту, клетки эпибласта, это клетки до имплантации, эпибласт до гастроли, виноват, до имплантации. Вот примерно это состояние и называется наивной плюрипотентностью. И что интересно, что из состояния наивной плюрипотентности клетки можно дифференцировать в трофобласт, то есть вовне зародышевой ткани. И вот именно из состояния наивной плюрипотентности. То есть, опять же, не характерная совершенно, некая, может быть, корректировка догмы. Нас учили всегда, что половая и соматические линии не пересекаются и развиваются параллельно сома и герминативные клетки. Оказывается, что здесь существует возможность дифференцировки из клеток эпибласта, которые потом разовьются в зародыш в норме, в клетке зародыша можно уйти в трофобласт. Дальше выделяют в состоянии плюрипотентности клетки розетки. Это клетки-розетки, это клетки, которые их имя аналогом являются клетки в процессе имплантации. Кроме всего прочего, розетка-подобные клетки. Кроме всего прочего, выделяют еще один этап плюрипотентности. Это так называемые формативные клетки. И это очень короткий этап, буквально небольшой промежуток состояния плюрипотентности. А дальше это праймированные клетки. И вот на каждом этапе из выделенных этапов, о которых я говорю, осуществляется своя экспрессия генов. Если ОК-4 ген плюрипотентности экспрессируется на всем протяжении плюрипотентности, например, ОТХ-2 экспрессируется только в формативных клетках. И что интересно, что каждый из этих этапов плюрипотентности имеет свои потенции к дифференцировке. Если мы говорим о такой парадоксальной дифференцировке, как половая дифференцировка, которая осуществляется добавлением больших количеств ВМП-4, а также ФГФ-2 и активина А, то вот половая дифференцировка осуществляется из формативных или праймированных клеток. Она не может быть осуществлена из наивных клеток. Она скорее из праймированных клеток. Половая дифференцировка, о которой мы будем говорить. Таким соотносится инвитро, это состояние соотносится эпибласту после имплантации. Таким образом, мы даже в плюрипатентном состоянии можем выделить эпибласт до имплантации, эпибласт в процессе имплантации, эпибласт после имплантации. Вот здесь я взял картинку трех стадий плюрипатентности. Здесь нет формированного состояния. Оно не всеми выделяется авторами. Здесь есть бластоциста с внутренней клетчатой массой. Состояние розетки, когда формируется структура розетка подобная, цитоскелет формирует ее так актиновый. Это наивное состояние внутренней клетчатой массы бластоциста. Это состояние розетки, и это праймированное состояние, когда уже образуется внутренний полз. И вот что интересно, я хотел бы обратить внимание, что вот у этих состояний, у наивного и у розеткового состояния, есть обратная стрелочка. Это так называемые переходные состояния. Можно воздействуя различными факторами ходить туда-сюда. влияет, но если вы попали в праймированное состояние, да, перейти в наивное состояние можно, но это крайне сложно, это затруднено в основном, на самом деле, это фактически уже необратимое состояние. и теперь возникает вопрос о моделировании эмбрионального развития инвизора. Я здесь не буду говорить о развитии мыши и развитии человека, потому что вы это знаете прекрасно, и различия, и порядок развития должны знать. Я только хочу сказать, что развитие мыши и развитие человека сильно отличается, поэтому мышь не является удобной и информативной моделью для исследования развития человека, тем не менее, тем не менее, в большинстве работают на мышах, а работы инвитро позволяют делать две вещи, о которых я уже практически вам сказал. Это осуществлять половую дифференцировку и дифференцироваться в те клетки, которые мы называем первичные половые клетки, а потом и вообще половые клетки, а также формулировать, формировать блостоид, блостоид, уважаемые коллеги, новое понятие для нас, это аналог блостоцистов, инвитро, более того, формировать гаструлой и наблюдать развитие блостоцистов гаструляцию с формированием определенных структур, которые формируются в организме при нормальном развитии. Таким образом, мы получили уникальную возможность, используя инструмент люрипатентных клеток, наблюдать раннее развитие. И вот я хочу показать вам, да, как это примерно осуществляется, вы можете взять блостоцисту, выделить внутреннюю клетченную массу блостоцисты, это будут эмбриональные стволовые клетки, культивируя их с добавлением лифа, лейкемии, гибирующий фактор, вы знаете его, да, добавить туда клетки трофобласта, чтобы опять сформировать аналог блостоцисты, но это будет уже не блостоцисты, это будут уже искусственные блостоцисты, это будет уже блостоин. И в определенных условиях вы фактически получите то самое развитие, которое вы наблюдаете в нормальном развитии. Эпибластное формирование, внутренне клетченая масса, проамнеотическая полость и так далее, и так далее, и так далее. Вот так я еще раз вам демонстрирую, но демонстрирую сравнение это блостоид, а это блостоцисты. Напомню, блостоид сделан из искусственного сочетания клеток, из клеточного конструкта, а блостоцисты она сама собой. А вот это вот я покажу результаты наших молодых коллег Муромцев, Измайлова, Абдеев, выпускники МГУ, разных кафедр, эмбриологии, цитологии, вот здесь реконструированы блостоцисты инвитро. А вот это зародышевый цилиндр, который в нашей лаборатории, в нашем институте тоже получен, внутри трехмерного коллагенового геля. И вот вы видите опять же эмбрион, эмбриональные флюорипатентные клетки, соматические клетки, вы можете моделировать разными соматическими клетками для того, чтобы создать некую структуру, и вы получаете IPS-бластой, который может быть пересажен инутера, может создать постимплантационные структуры, а может давать клетчатые дерева. Однако для того, чтобы что такое гластоцисты, что такое гластоид? Это спироидная структура, и у нее нет осей, оси фактически не сформированы еще, дорсовентральная разметка не сформирована, передний задний конец не сформирован, для того, чтобы сформировать, как вы знаете, вся эмбриология это градиенты, это градиенты факторов, плюс некие силы еще, силы натяжения, силы растяжения, влияющие, и гаструроид, уже структурированная с осевыми структурами, эмбриональная структура, с осевой разметки формируется под действием и градиентов, и приложенных сил. Как же это сделать инвитер? Делают совершенно разными историями, в частности, делают с помощью всяких камер, всяких цитологических чипов, которые позволяют создавать градиенты факторов. Да, кстати, хотел отметить коллеги, бластоид является очень близким к структуре бластоцисты, но зона пеллисода в ней не образуется. Ну, наверное, это и понятно. И, кстати, бластоид отличается, отстает немножко в развитии от нормальной бластоцисты. Буквально на полдня, примерно, на несколько часов. Ну, так вот, значит, используют разные структуры, используют матригели, помещая эту структуру в матригель, используют разные камеры. А вот этот подход формирования бластоида, эбриоидов путем создания морфогенетических сигнальных центров очень интересен. Это буквально свежая работа, 21-й год, что сделали коллеги. Один из способов формирования бластоида это делание, извините за такие слова, делание маленьких клеточных конгломераций, которые потом начинают жить своей жизнью. Эти конгломерации широко используются, называются эмбриональные тельца, и вот если вы клетки будете держать в специальной чашке Петри, где конус есть, так, чтобы они оказались на дне конуса, то сформируется эмбриональная тельца, которая потом будет развиваться. Так вот, коллеги сделали следующим образом, они агрегировали 50 клеток, плюрипатентных клеток, в один агрегат, маленький агрегат, вот он маленький агрегат, красный, а большой агрегат 100 клеток, вот он зелененький агрегат, а затем маленький агрегат, они обработали БМП-4 знаете, не нужно мне расшифровывать, что такое БМП, большими количествами БМП-4, оказалось, что обработка, вы это знаете, БМП-4 приводит к экспрессии в этих клетках ВНТ и НОДЛ. и получилось, что вот этот маленький, маленькая структура стала неким сигнальным центром, затем клетки самопроизвольно слились, этот агрегат слился с маленьким агрегатом и получилась некая структура, в составе которой был сигнальный центр. Этот сигнальный центр экспрессировал ВНТ и БМП-4 вот здесь это представлено, слияние двух центров. И оказалось, что наличие сигнального центра формирует градиент в этом зародыше, и как только формируется градиент, начинается установление осей. Вот то, о чем мы говорили, осевая симметрия, осевое развитие в организме. и увидели развитие структуры аналогичной гастролозии. Вот я еще раз хочу показать, как формируются подобного рода структуры. Они могут формироваться разными подходами, в частности, вот один из подходов я рассказал, но другой подход, это может быть формирование нитра в гелях разной плотности, в гель можно опять же вносить, в часть какого-то геля можно вносить какое-то вещество, которое будет осуществлять градиентное влияние на формирующуюся структуру, и вот такого рода структуры формируются. До какой же стадии сегодня можно дойти в развитии бластоида, гастролоида? Сегодня дошли до формирования, до самитогенеза, до формирования самитогенеза. Это примерно половина развития выше. Примерно, чуть меньше половины. Но формируется хорда, формируется нейральная трубка, формируются все ткани, которые формируются самитами, и таким образом дошли до этой стадии развития, развивая искусственный бластоид. Попытки трансплантации бластоида в мышь не заканчиваются успехом, эта структура не развивается сегодня и погибает. Сегодня не добились трансплантации с последующим развитием такой структуры. Однако дошли до самитогенеза и на всех стадиях до самитогенеза профиль экспрессии генов очень схож, размер почти близок, временная шкала развития тоже близко чуть-чуть с отставанием, и фактически формируются все структуры, которые на сегодняшний день мы знаем при развитии нормального зародыша. Это относится в основном конечно к мыше, потому что вы знаете, что есть ограничения по работе с клетками человека. Давайте перейдем теперь к другому подходу синтетической эмбриологии моделированию гометогенеза с использованием клюрипотентных клеток. То, о чем мы говорили, о том, что существует возможность из соматических клеток получать половые клетки. Делается это в общем несложным образом. Выделяются клетки у человека. Я напомню, что Ямонако выделил клетки из фибробласты хвоста мыши. То есть нет никакого сомнения, что это соматические клетки. использовал четыре фактора. Коктейль Ямонако, я думаю, все вы знаете. Коллеги, какие четыре фактора использовал Ямонако? Коллеги, просните, пожалуйста. ОК-4 с ОК-4 на ОК-4 на ОК-4. Еще раз, я не расслышал, пожалуйста. ОК-4. Так. Слышно? Так. На ног. Нет, на нога там не было. Но на ног фактор плюрипотентности, вы правы, но он его не использовал. Ну, ну, два фактора плюрипотентности. ЦМИК еще. ЦМИК и КЛФ. Два фактора пролиферации. ЦМИК и КЛФ. и два фактора приорепатентности, СОКС и ОК-4. Так вот, с помощью этих факторов вы можете получить приорепатентные клетки. Сейчас это делается достаточно несложно. Дальше начинается процесс дифференцировки нетрадиционной, скажем так, парадоксальной дифференцировки из праймированного состояния, как я вам рассказывал, в половые клетки, в первичные половые клетки. Эта дифференцировка может вытяжеляться двумя способами. На самом деле тремя. Об этом мы поговорим. Но здесь мы говорим о воздействии факторами. Факторами, которые будут загонять клетки в половую дифференцировку. При этом важно, чтобы клетки, индуцирующие половую дифференцировку, сочетались с факторами, которые не дадут клеткам дифференцироваться, например, в нейроэктодерму или в мезодерму. То есть здесь нужно, с одной стороны, индуцировать половую дифференцировку, с другой стороны, предотвращать другие дифференцировки. Дальше появление, созревание инвитра в половых клетках и возможное оплодотворение. Вот так вот выглядит природный процесс, выделение половых клеток, их миграция в половые валики, потом развитие вплоть до функциональных половых клеток. А вот так вот это все выглядит примерно инвитро. Фактически у нас есть возможность инвитро смоделировать половую дифференцировку. Первичные половые клетки. Делается это путем обработки клеток большими количествами БМП-4. При этом существует и второй подход, о котором я говорил. Второй подход заключается в использовании сокультивирования с, например, соматическими тестикулярными клетками. Примерно то же самое, когда вы формируете блостоид, вы можете использовать эмбриональные половые клетки, эмбриональные плюрипотентные клетки или вообще индуцированные плюрипотентные клетки с клетками трофобласта, а здесь вы можете попытаться смоделировать клетки, которые вы индуцируете в половой дифференцировке с тестикулярными соматическими клетками, сделав такой микс. Вот это картинка эмбриональные стволовые клетки, клетки эпибласта, первичные половые клетки, микс с клетками соматическими тестикулярными клетками. А с последующим индукцией индукцией метоза с помощью больших количеств ретиноевой кислоты и активина ну и БМП. БМП идет фактически на все протяжение. Сразу хочу сказать, уважаемые коллеги, в 2016 году произошло очень крупное событие. В 2016 году таким вот путем было получено потомство мышка была получена, фертильная мышка в 2016 году и она вполне нормально функционирует. Таким образом, если в развитии бластоида мы остановились где-то на середине развития, то здесь мы можем совершенно спокойно дойти до фертильного потомства. Таким образом, возможность получения живого организма из соматических клеток сегодня существует. Ну вот я показываю схему, которую вы хорошо знаете, схема развития первичных половых клеток человека. Вы знаете половую дифференцировку, конечно же, и я не показываю развитие всего, я показываю только часть эмбрионального развития, и делаю я это вот для чего. Вот на этой стадии наивные плюрипатентные клетки, здесь праймированные плюрипатентные клетки, эта стадия аналогична стадии ранней мезодермы. Если вы бы использовали не индуцированные плюрипатентные клетки, а клетки внутренней клетчатой массы бластоциста и пибласт, вот он здесь бы пришел примерно, вот он, да, из праймированного состояния. Ранние первичные половые клетки, мигрирующие первичные половые клетки, поздние и до сперматоцитов. На определенной стадии появляются дазл и ваза. Это, как вы знаете, гены половой дифференцировки. Но до вот этой стадии эмбрионального развития непременным участником процесса является ОК-4, который определяет плюрипотентный статус. На ног, которые вы вспоминали, коллеги, вот он здесь появляется, вот он почти везде есть, и СОКС, который тоже является плюрипотентным. Но если СОКС в состоянии послепровированного, уже СОКС-2 меняется, появляется СОКС-17, то ОКТ существует всегда. Теперь, что у нас, это мышь, что у нас с половой дифференцировкой человека. С половой дифференцировкой человека все очень зло. Все намного сложнее. И сейчас я доложу результаты, которые получены и опубликованы нашим коллегой, выпускником кафедры эмбриологии Випой Абдеевым, который вот сейчас оформляет диссертацию. Я надеюсь, в начале следующего года мы с Владимиром Александровичем в составе ученого совета будем слушать его диссертацию. Да, Владимир Александрович? Значит, вот так вот были получены эмбриоидные кельца, о которых я говорил. Это просто некое сочетание клеток, плюрипотентных клеток. А вот так вот половая дифференцировка клеток с индуцированной плюрипотентностью в 3D-модели. Вы видите здесь ОКТ, вы видите здесь уже появился ДАЗЛ, половая дифференцировка осуществлялась, это 20-й год публикации, значит, работа была сделана пораньше. СОКС, ДАЗЛ, уже половая дифференцировка. Праймированные клетки использовались и из эмбриоидных телец индукция БМП-4, а потом индукция ретиноевой кислотой в миоз с попыткой моделирования миоз. Сразу хочу сказать, к сожалению, миоз мы не прошли. И в литературе описано, что при половой дифференцировке плюрипотентных клеток у человека миоз не проходит. Пока останавливается на ранних стадиях миоза. Здесь можно показать, что до стадии миоза, до появления маркеров половых клеток и до появления маркеров синаптонемных комплексов, а они появляются, доходит чуть ли не 80% клеток, которые индуцируются на дифференцировке. Это очень высокий показатель. Випа Абдеев показал больше, чем во всей описанной мировой литературе. 80% клеток никому не удавалось получить. Но синаптонемные комплексы не формируются окончательно. Есть только намеки, что они появляются, но могут появиться. Вот на этой стадии примерно миоз и осуществляются. Останавливаются. То есть гены миоза активируются, но не более того. Правда, здесь не использовались соматические клетки гонады, то есть не формировалась ниша для дифференцировки. В принципе, при формировании ниши, я думаю, более эффективно можно получить половую дифференцировку. Кстати, хочу еще отметить, что интересный факт из литературы, что индуцированные половые клетки хуже индуцируются к половой дифференцировке, чем эмбриональность половых клеток. Клетки из внутренней клетчей массы бластоцисты. Клетки из внутренней клетчей массы бластоцисты, эмбриональные стволовые клетки, показывают более высокий процесс дифференцировки половых. Однако до получения истинных первичных половых клеток авторы пока не дошли. Существует другой подход. Я говорю о половой дифференцировке. Когда я говорил о половой дифференцировке, мы говорили о двух подходах – это дифференцировка, индукция факторами и создание ниши соматическими клетками. Однако существует еще подход к получению гаплоидных эмбриональных стволовых клеток, и здесь существует возможность активации и получения партеногенетических эмбриональных стволовых клеток. В качестве активатора используют стронций-флор-2, стронций – очень интересный агент. С одной стороны, он аналог кальция, с другой стороны, он активно индуцирует пролиферацию, но он не индуцирует дифференцировку. И вот я покажу вам совершенно свежую работу, которая показала возможность, вот здесь в сравнительном аспекте, а ациты на стадии 2-го миоза могут быть активированы мужскими головыми клетками, а могут быть активированы добавлением ионов стронций. Происходит развитие этих клеток, развитие вплоть до бластоцисты, и появляются либо эмбриональные стволовые клетки средний клеток, либо партеногенетические эмбриональные стволовые клетки. Что интересно, что в партеногенетических стволовых клеток паттерн транскриптоба метилома очень похож на эмбриональные стволовые клетки, но экспрессии материнских генов представлено намного больше. И в силу этого, вероятнее всего, намного лучше проходит половая дифференцировка из этих клеток. На порядок лучше, чем из эмбриональных стволовых клеток. И здесь можно дойти до стадии, да, да, можно осуществить инвитро созревания половых клеток, искусственное оплодотворение, и этим способом партеногенетически были получены здоровые фертильные животные. Для человека сегодня этот подход не опробирован, не показан, однако для мыши это было показано, вот эта работа буквально ноября 2021 года, таким образом этот подход тоже может нам помочь с половой дифференцировкой человека. Если, конечно, не будет морально-этических ограничений. Но теперь я хотел бы, мне кажется, что я некий экскурс в два направления синтетической эмбриологии завершил. Первый – это рассказал о формировании развитийных структур Денова. А второе – это половая дифференцировка, которая достаточно эффективна при работе с клетками животных, но пока не реализована при работе с клетками человека. Помните, когда я рассказывал о получении эмбриональных стволовых клеток культивирования, я просил обратить ваше внимание, вот схема была по датам, как много времени прошло от культивирования эмбриональных стволовых клеток мыши до разработки методов культивирования эмбриональных стволовых клеток человека. Прошло порядка 10 лет. Хотя, казалось бы, методы развиваются очень активно, но вот трудности очень большие при переходе к клеткам человека. Давайте поговорим немножко о редактировании генома. Я не буду останавливаться на самом методе, вам о нем рассказали. Расскажу только о тех подходах, которые существуют при редактировании генома эмбриона. Редактирование эмбриона и человека, и не человека. Если редактирование эмбриона не человека – это понятно, это сельское хозяйство, это животное, это замечательный подход к работе с эмбрионами, то редактирование генома человека – это внесение наследственных изменений, это фактически уже инструментальный отбор изменения сущности человека. Это вызывает большие проблемы, об этом мы будем говорить. Но что я бы хотел отметить на сегодняшний день? Понятно, что при использовании системы редактирования генома, при редактировании эмбриона, высока вероятность получения неспецифических мутаций, нецелевых мутаций. Существуют данные о том, что при попытке нокаутировать ген ПОЭ-5, это ген, который отвечает за экспрессию окта-4, белка окта-4, то есть этот ген плюрипотентности, в 22% эмбрионов наблюдаются аберрации вокруг этого гена, в том числе перестройки и дилеции до нескольких тысяч оснований. То есть это очень крупные изъятия в геноме. Как сказал вот этот вот замечательный наш коллега Федор Урнов, эффект при редактировании генома эмбриона может быть крайне индивидуальным. Дело в том, что вы хорошо понимаете, что каждая линия эмбриональных столовых клеток, каждая линия плюрипотентных клеток индуцированных, это отдельный организм, это новый фактически, новый биологический объект со своими особенностями, и они очень плохо стандартизуются. Кроме всего прочего, вы понимаете, что на стадии плюрипотентности геном не метилирован, слабо метилирован. Таким образом, он весьма лобилен, и при использовании системы редактирования генома экспериментально получается элиминирование протяженных участков хромосомы. Я не говорю уже о асимметрии, потому что если вы будете работать, например, в бластоцисте, как один подход, и вносить генетическую конструкцию внутрь бластоциста, то вы получите неравномерное распределение среди бластомеров, соответствующий мозаицизм в геноме бластомеров будет наблюдаться. Если же вы будете редактировать геном половой клетки, то мозаицизм все равно будет собираться, накапливаться, это показано, и на стадии уже праймированных эмбриональных стволовых клеток вы получите достаточно серьезную мозаику, порядка 25% мозаицизма среди клеток. Таким образом, сегодня, коллеги, редактирование генома может использоваться для борьбы с заболеваниями, и это подпадает под закон об обращении лекарственных средств, когда конструкция вводится непосредственно в организм человека, ну, как та же вакцина, например, или еще что-то. Существует подход совершенно замечательный, когда вы из организма человека выделяете соматические клетки, вне организма инвитро редактируете клетки, более того, вы можете здесь обеспечить контроль мозаицизма и контроль целевой доставки гена и отсутствие офф-таргет эффекта, сконцентрировать клетки, выбрать только те, которые прошли редактирование, и вернуть в организм человека. Этот подход существует, например, для лечения мышечной дистрофии. Кстати, для того, чтобы вылечить мышечную дистрофию Дюшена, необязательно проводить коррекцию всех мышечных клеток, достаточно порядка 23-25% клеток. Но на следуя модификации генома существуют серьезные препятствия к реализации этого метода и отсутствует правовое регулирование. Вы помните, я даже не буду говорить об экспериментах этого китайца, который, в общем-то, на самом деле нарушил этику и нарушил биологический смысл. Но то, что в 2020 году, то, что была сформирована международная комиссия по клиническому использованию редактирования генома человеческой герминативной линии, выводы следующие. Результат редактирования зиготы в настоящее время не может быть в должности, в степени контролируем. И клинические методы оценки и безопасности редактирования генома не разработаны. Что имеется в виду? Вы можете сказать, что после того, как вы ввели конструкцию в эмбрион, вы должны проконтролировать мозоицизм и отсутствие офф-таргет-эффекта. Но для этого нужно разрушить зародыш. То есть это разрушающий контроль. Каждый следующий зародыш будет индивидуальным и сильно отличаться. Сегодня запрещено вот этой вот международной International Society for Stem Cell Research, о котором я говорил, перенос модели эмбриона на основе стволовых клеток человека в матку человека. То есть сформулированный динома бластой после развития перенести в матку человека невозможно. Перенос в матку человека эмбриона, полученного путем репрограммированного ядра. Получение химерных животных, несущих клетки с потенциалом развития в гаметы. Перенос химерных эмбрионов, содержащих человека и животных. То есть создавать химерные животные можно, но пересаживать матку человека или примата невозможно. И перенос эмбриона человека независимо от происхождения в матку животных. Также считается, что исследования, научные исследования ни в коей мере нельзя контролировать. Что вот прикладной аспект применения в медицине, да, можно. А вот исследовательский аспект нельзя. Но международная общественность считает, что исследования на эмбрионах должны быть контролируемы. Даже исследования. И в частности, не только редактирование ядерного генома, но и редактирование митохиндриального генома. Правда, допускается возможность, что такого рода исследования могут быть разрешены после решения этнических проблем. И еще я хотел бы остановиться на решении Всемирной организации здравоохранения. Они считают, что существуют следующие подходы. Это постнатальное соматическое редактирование генома человека. Ну, это то, о чем я говорил. Преонатальное в утробе матери, но соматическое редактирование генома человека. То есть это ненаследуемое редактирование генома. Наследуемое редактирование генома человека и эпигенетическое редактирование генома человека. Вот эти две вещи. Сегодня Всемирные организации здравоохранения серьезным образом ограничиваются до достижения новых научных данных и появления общественного согласия. Ну и вот еще раз рекомендуется создать комитет для регуляторного мониторинга клинических исследований, пересмотра международных стандартов, разработать протоколы и так далее. Сегодня считается, что общество и ученые не готовы к работе по редактированию генома человека. Во многом, во многом, почему я в своей лекции на этом останавливаюсь, потому что во многом эта позиция относится, наверное, не только к редактированию генома, но и к использованию эмбриона, созданного ДНОВА-ИНГИТРА, потому что те же риски, те же опасности, может быть, даже большие опасности при создании генома ДНОВА. Ну и здесь я сошлюсь на Николая Константиновича Кольцова, который сказал, что величайшей и наиболее ценной особенностью человеческой расы является огромное разнообразие генотипов, обеспечивающие прогрессивную эволюцию человека при самых разнородных случайностях ее будущем. Это была речь на годичном собрании русского евгенического общества, дорогие коллеги. Русское евгеническое общество относилось ответственно и цивилизованно к работам с наследственностью. Это было еще до того, как нацин извратил понятие евгеники. Это вполне было научное понятие, из которого родилась вся медицинская генетика. Потом это понятие опошлили и извратили. А в тот момент еще Кольцов говорил, что я далек от мысли поженить Шаляпина и Нежданова, двух замечательных певцов, для того, чтобы получить гениального, еще более генивального певца. Тогда ученые были от этих идей делики. Что волнует специалистов? Специалистов волнует возможность индустриального отбора, инструментального отбора, когда под влиянием моды будут стандартизоваться характеристики человека и будет происходить сужение биоразнообразия. И человек тогда окончательно выйдет из-под эволюционного естественного отбора. И, вероятнее всего, это может оказаться крайне опасным для существования человека как мимо. На этом я хотел бы поблагодарить вас за внимание и закончить. Продолжение следует...